Добрый-добрый-добрый день! Добрый-добрый вечер! Доброй-доброй ночи! У кого какое время и у кого какая страна! Здравствуйте! С вами снова я, ваша Вивьена! Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Здравствуйте, дорогие гости канала! И здравствуйте те, кто первый раз зашел на канал! Канал у нас с общими онлайн-раскладами и ритуалами, которые помогают вашей жизни! Сегодня очень хороший и сильный день! Сегодня у православных вербное воскресенье, видео снято сегодня! И сегодня очень хорошо посмотреть на врагов! И я сделаю такой расклад, как победить врагов, недругов, соперников, соперниц, которые мешают вашей жизни! Сегодня вербное воскресенье! Можно делать различные ритуалы! Они выложены у меня в группе Facebook, на странице ВКонтакте, в группе ВКонтакте, на самой странице моей Facebook, А также здесь в YouTube сообщества вы получаете уведомление, что я выкладываю на ленте в сообществе! Или вы можете зайти на мою страницу, нажав на аватарку, на мой канал, высвечивается главная страница, Вверху написано «Главное видео сообщество». Нажимаете на «Сообщество» и выйдут все сообщения, которые я даю по ленте. Там сейчас выложено, что сделать можно в вербное воскресенье, как себе помочь, как можно снять негативы, порчи с ребёнка, с себя в вербное воскресенье. Кто пойдёт в храм, обязательно в храме купите веточки, осветите их и целый год храните. Они действительно являются оберегом. Пусть не очень сильным, но это оберег. И сегодня мы с вами рассмотрим такой расклад «Как победить врагов». Врагам название будет «Как победить врагов» и нет другов «Как победить». Это и соперницы, это любые люди на работе в вашей семье. Это могут быть и тёщи, и свекрови, и братья, и сватья, и кумовья. Все, и подруги. Сначала бывают подругами, а потом оказываются врагами. И вы узнаёте, что это самый близкий человек вдруг оказывается вам врагом, который портит вам жизнь, вмешивается в ваши отношения. Во все сферы жизни люди обманывают и духовно, и морально. Люди обманывают на финансы. Как победить своих недругов и врагов? Как победить соперниц? Сегодня очень хороший день, поэтому я делаю этот расклад. И начинаем. Представили своего. Если вы несколько человек знаете, то загадывайте на разные колоды, разные варианты. Представили чётко своего врага, своего недруга, соперницу, обидчиков. И начинаем. Мы будем смотреть не как накажет судьба, а как победить. Что вам нужно сделать, чтобы победить недруга, врага, соперницу? Не надо ничего прощать. Нужно отпускать эти обиды. Но не прощать. Нельзя, когда вас ударили по одной щеке, подставлять другую. Это неправильно. Нужно отпустить. В этом и состоит вот это вот. Ударили по левой щеке, подстой в правую. Это не значит, чтобы тебя дальше лупили эти враги. Это значит, чтобы вы отпустили эту ситуацию. И Вселенная сама накажет этих врагов. А вам Вселенная подскажет, как нужно от них отойти и что нужно делать, чтобы их победить. Как победить? Как победить? Как победить? Мы рассматривали, как накажет, А теперь мы рассмотрим, как победить, как вам поступать. Вариант номер один. Как вам поступать, как победить врагов. Вот две карты вытащилось. Ух ты! Вот тут очень хорошо сказано. Ой, здесь вы выпали. Если женщина загадывает, то вы выпали. Если мужчина смотрит, то здесь очень много зависит от женщины. От какой-то. Что нужно вам делать, чтобы победить своих врагов? Вот в первом варианте четко выпадает. А вот по-детски. Обидел вас кто-то? А вы... А вы бегите. Отходите. Бегите на все четыре стороны. Пошли они на все четыре буквы. Не на три, даже на все четыре. Если кто рассматривает женщину, то здесь нужно очень тихо. Вот понимаете, тут не надо им явно мстить. Если вы даже и будете что-то делать, да, нервоз есть, то это надо делать все тихо и втайне. Вот затаиться. Вот понимаете, затаиться. Вот сегодня у меня утром кошки с ума сошли. Мои кошки. Я приготовила все тоже для... Мне нужно было сделать кое-какую работу магическую. Они все время вбегали в комнату и все... И носились как сумасшедшие. И вот они... Как победить врага? Я для них враг была. Потому что я кричала на них. А они прятались. И тихо затаясь. Потом раз... И опять прыгали на стол. Ну, пока не отыгрались. Здесь говорится о том, что вам нужно затаиться, убежать, как маленький ребенок, от опасности. Маленький ребенок бежит от опасности. Он ее чувствует внутренне. И здесь. И... Тайна. Понимаете, тайна. Тихо, тайна. Если вы собираетесь какие-то меры предпринимать, то это должно быть тихо и тайно. Не буду говорить, какие выпадают враги. У каждого свои. Сейчас мы посмотрим, что нужно сделать, чтобы победить вашего врага. Первое – убежать. И второе – да, тут... Да, тут и так же идет, что... Уйдите, отпустите, посоветуйтесь с кем как правильно. Если вы будете применять какие-то магические воздействия... У меня есть хороший став. Пришиваю к жопе рот. Когда вам надоедают сплетники, злые языки... Очень хороший став. Работает великолепно. Но руны нужно всегда подновлять. Здесь идет, что... Если мстить, то очень тихо. А лучше всего просто повернуться, плюнуть и уйти. И вашему врагу будет это так вообще больно, что вы не обращаете на него внимания, что вы его похерили. Извините, сказал слово такое не очень хорошее. Что вам нужно сделать, чтобы победить врага? Вот сейчас мы посмотрим на этих картах. И здесь точно так же, вот на картах шамана Сергея Логинова, тоже говорит, идите вперед. Идите вперед, делайте все очень тихо. Да, и тогда у вас наступит мир в душе, понимаете? И вышло очень хорошо. А врагу, вашему недругу, ему будет верный суд. Вот как у вас только вы мир в душе установите, отпустите ситуацию, отпустите этого врага. Не значит прощать. Не надо забывать. Не прощать. Самому идти вперед, даже, может быть, неизвестно куда. И здесь обязательно врагу придет. Придет возмездие. Тут не сразу, вот знаете, не сразу. Но оно придет. Выходят карты. И знаете, когда вы затаитесь, убежите, то враг будет вас бояться. Потому что, когда мы реагируем, вот нам сказали, ах ты дура такая, а ты дура еще в сто раз. Вот понимаете, враг знает, что вы ответите. Когда вы молчите и затаились, враг будет бояться, что вы нанесете ему какой-то удар серьезный. А вы можете нанести серьезный удар. Тут идет, что можно магическим путем воздействовать на врага. Вот как победить? Магическим путем, но тихо, никому никогда не говоря. Посоветоваться. Возможно, если умеете сами, то самому. Если нет, то тут идет, что идите к колдуну, ведьме, экстрасенсу, который посоветует, как это сделать. Сделайте и в сторону, и забыли. И забыли. И у врага обязательно придет результат. Он получит по заслугам. У меня кошки все никак не успокоятся сегодня. Да, а вам идет такое, что, а вы, вот начинайте с чистого листа, начинайте заново свою жизнь, растите эту жизнь. Если кого очень сильно обидели, вот таким способом поступить, отойти, игнорировать, кто кому надо, блокируйте везде, все нету. Если человек надоедает, мучает, то сделайте магическим способом, закройте ему рот, закройте, не надо делать никакие порчи, нужно просто обезопасить себя. Здесь идет, что можно магическим путем, или просто как ребенок, убежать, отойти от опасности. Это опасность. И ваш враг обязательно получит свое. Тут четко карта выходит, что враг получит свое, вам надо идти вперед и заново начинать свою жизнь. Спокойно семечки вырастают подсолнух, а враг будет бояться и очень долгое время, потому что он не рассчитывает на то, что вы можете дать какой-то ответный удар. Он же про вас ничего не знает, вы игнорируете. Игнор всегда очень самое точное попадание. Когда вы стреляете, это самое точное попадание. Вот такой был первый вариант, что вам надо делать. Здесь все очень понятно, что надо делать. Давайте рассмотрим вариант номер два. Здесь все равно выскочило, что возмездие придет, но мы этот вариант, мы этот не рассматриваем. Так, вариант номер два. Ритуалы, которые по вербному воскресенью выложены в моих группах, Facebook, ВКонтакте, а также здесь, в ленте на сообществе, можете делать вербное воскресенье сегодня. Смотреть ритуал расклада можно в любое время. Просто кто смотрит вербное воскресенье, то я вам говорю про ритуал. А теперь кто выбрал вариант номер два? Представьте своего врага. Если у вас несколько, то значит загадывайте несколько вариантов. Иногда попадают разные люди, а попадает один вариант, и это четко совпадает. Я просто иногда смотрю общий расклад у других тарологов. Вариант номер два. Как победить, как победить своих врагов, соперников, недругов? Как победить? Именно рассматриваем не возмездие, а как их победить? Что вам нужно сделать, чтобы их победить, чтобы они отстали? Здесь тоже тайна. А здесь нужно победить вашей силой. Знаете, вот здесь идет такое, что не очень такое люблю, но здесь идет такая ваша сила в победе, в том, что вы тайно будете добра желать. Вот знаете, чтобы победить врагов, в христианстве есть такое. Нужно ставить не свечки за упокой, как многие считают, а нужно заказывать за здравие врагу и молебны с водосвятием за здравие врагу. И знаете, у него начинает все переворачиваться. Вот здесь идет, что здесь тайна, надо желать добра врагу. Тут идет не месть, тут идет тайное желание добра врагу. Здоровье ему желать, всего хорошего ему желать. В этом ваша сила. Потому что вы его энергетически сильнее. Может быть, он сейчас и задавил вас, может быть, вам и больно, но вы его и физически, и энергетически сильнее, энергетически, я там чувствую вашу энергетику. У кого вышло, что нужно будет бороться с врагом где-то в каких-то муниципальных учреждениях, то да, здесь нужно не на жизнь, а на смерть желать ему добра, но бороться не на жизнь, а на смерть с конфликтами и очень большой хитростью. Вот не доверяться здесь идет, вы ему желаете, знаете, я вам скажу, мы ведьмы, когда нас очень сильно обижаем, мы говорим, и всего тебе доброго, мой хороший. На самом деле, летит это совсем в противоположенную. Но здесь идет, что вы должны желать добра этому человеку, здоровиться, тайного здоровиться. Но если у вас идут какие-то конфликты, которые связаны с материальным чем-то, в муниципальных органах, в государственных органах, то здесь действительно конфликт, тут бросать ничего нельзя, и нужно хитрым путем добиваться своих результатов. То есть не бросать. Сейчас посмотрим, так, что нужно победить для врага. Врага. Если тут соперница, то здесь тоже, тут, тут ее надо просто бить плетками, любыми способами, хитрыми, нехитрыми, добиваться, добиваться своего. Что надо сделать, чтобы победить врага? Ну, знаете, вот как в первом варианте здесь идет, что вы очень сильные, желаете ему добра и здоровьица, потому что правда на вашей стороне, боги на вашей стороне, они вам дают шансы, они вам, вот эта карта, это золотой апельсин, то есть золотой апельсин это исполнение желаний. Да, если у вас есть конфликты, которые связаны с муниципальными органами, то здесь действительно нужно будет разбираться, судиться, какие-то бумаги возможно писать, и это надо быть очень хитрым. Адвокат, если вы ведете судебное дело какое-то, то адвокат судья. Если это других вещей касается, то здесь тоже помощь очень хитрой женщины может быть, но на вашей стороне боги, поэтому тут надо бороться. Как победить, обязательно бороться. Да, здесь как на войне, как на войне, то есть здесь четкая борьба. Желаете ему добра, а сами ведете борьбу, ведете войну. Тут именно четко все нужно спланировать, и очень хитрым, каким-то может быть хитрым обманом, еще что-то. Вот если судебные дела, какие-то государственные, то да, вынимайте юриста, адвоката, который очень умный, очень хитрый. Это будет женщина. что надо, чтобы победить врага. Здесь самое главное не останавливаться. В любом, любовный это расклад, деловой какой-то, просто обидчики. Здесь четкая борьба. Только пожелать ему надо добра, и тогда ваша борьба, вашей хитростью, вы же будете ему добра желать, улыбаться, а делать свое. И победите. Что надо, чтобы победить врага вам? Видите, здесь тоже. Да, здесь нужно все четко продумывать. Каждый шаг, каждый миллиметр нужно продумывать и двигаться вперед. Не уподобляться тому. Понимаете, если вы испугаетесь, то вы не выиграете. Тут идет нельзя испугаться, вы царь зверей, вы главный в этом лесу, в этой тайге. Здесь нельзя испугаться, просчитывать каждый шаг. И напугать врага надо. Да, я говорю, как в детстве, чтобы победить, даже если вам будет страшно, даже если вы будете бояться, что вы не победите, победа за вами. Тут бороться надо. И вот цикличные по кругу, цикличные по кругу, как в детстве на каруселях, и повторяется, и повторяется, и повторяется. То есть бьете, понимаете, вот так вот бьем, 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 получается дырка. Вот здесь точно так же бороться, бороться и бороться. Но здесь вот второй раз говорится о том, что боги на вашей стороне. Боги на вашей стороне. Тут нельзя вот просто и все, отпустили и все. Нет, здесь желаем, улыбаемся, добра и здоровья в лицо, а борьбу не на жизнь, а на смерть. Не переставая. Боги на вашей стороне. Да, у вас движение вперед. О исполнении желаний боги на вашей стороне тут даже говорить нечего. Ну вот, так что боритесь. Здесь четкая борьба. У кого судебные процессы, какие-то еще процессы, которые муниципальные, по недвижимости, любые, юридически бороться до конца. Боги на вашей стороне. Если ваш соперник любовного характера, то здесь треугольник, то тут тоже боритесь, без перерыва боритесь, потому что здесь идет на войне, как на войне, а боги на вашей стороне. Вот такой был у нас второй расклад. такой второй расклад. Переходим к третьему раскладу. Я еще раз напоминаю, все ритуалы по вербному воскресенью выложены здесь в сообществе по ленте, в ютубе, а также в группе фейсбук, странице фейсбук, на странице вконтакте и в группе вконтакте. Пожалуйста, делайте очень хорошие ритуалы, простые, доступные и очень хорошо помогают в жизни. Кто загадал вариант номер три? Если у вас несколько врагов, то загадывайте разные колоды, разные варианты. Кто загадал вариант номер три? Как победить врагов, недругов, соперников, обидчиков? Что надо делать, чтобы победить? Третий вариант, что надо делать-то? А тут что-то вы не знаете, что делать. Ох, тут перегородка. Кто выбрал вариант номер три? Что надо делать, чтобы победить врагов? А нужно сделать им оморочки, затуманить мозг. вот у вас препятствия, вы думаете, что не получится, делаются оморочки, затуманивайте мозг. Тут даже в некоторых случаях стоит, что можно применить магию закрытия дорог, вот такого оморочки, а потом закрытия дорог. тут действительно идет борьба, чтобы лишить. Как в клетку посадить его, как за стенок посадить врага. Что нужно сделать? Вот тут тоже идет такой, да. Здесь тоже идет очень хитрым путем, путем каких-то договоров, переговоров оморочить врага, может быть даже какие-то документы обхитрить и объегорить, затуманить ему мозг, и вы тогда победите. Вы должны как в клетку его посадить, вы должны посадить дикого зверя в клетку, из которой он не может выйти, там семь засовов. Что нужно сделать, чтобы победить врага? Тут четко идет оморочить ему голову, обхитрить различными бумагами, договорами, языком, сделать, может быть, действительно оморочку и посадить, посадить за стенок, за стенок посадить, как в тюрьму посадить человека. Тюрьма может быть и как на самом деле, так и в переносном смысле. да, здесь нужно будет что-то отдать, вот понимаете, у кого материального характера, кто загадал, что надо будет что-то отдать, чтобы победить, может быть, заплатить деньги в конторах юридических. Если у вас личного характера, то здесь тоже идет, чтобы что-то получить и закрыть этого человека навсегда хитростью везде, забрать у него его силу, здесь нужно что-то отдать. Вот, допустим, мы делаем какой-то ритуал, мы потом даем откуп и сначала закуп. То здесь действительно нужно что-то отдать, и вот сказать да, я это отдала вселенной и вселенная сама распорядится и тогда ваше желание победы над врагом исполнится. Все документы, все сообщения, все будет на вашей стороне. Вот знаете, как тут идет? Вот говорю, оморочить, закрыть его, этого врага, и у него же, вот перевернуть его, его же, вы знаете, как идет? Сейчас, секунду. Тут идет, вот что вам враг делал, повернется ему, то есть, вот переворачивается в его сторону, вот наоборот, его же сообщения, его же действия идут ему назад. Как победить? Вот именно так и победить, оморочить голову врагу, посадить его, обмануть, вот как мы обманываем, как вот на охоте охотники, они обманывают волка, ставят флажки, обманывают волка, волк попадает в засаду. И точно так же здесь, здесь нужно обманным путем, хитрым, путем, даже у кого идут документы, различными договорами, документами, сообщениями и перевернуть все так, но взамен у вас что-то возьмется, вселенная возьмет или материальное, или еще что-то, поэтому нужно сначала расплатиться и ваше желание исполнится, и ваше желание, да, и тогда удача на вашей стороне. Тут нужно будет какие-то материальные затраты, возможно, для того, чтобы победить врага, нужны будут материальные затраты. Что-то вы потеряете, но вы, но вы его победите, и вы загоните его в клетку, он будет как зверь безмозглый рычать, а сделать ничего не может. Что надо сделать, чтобы победить врага? Теперь так посмотрим, что надо сделать. Ну да, здесь, конечно, тяжело, вот тут идет то же самое, понимаете, нужно сделать так, чтобы врагу было трудно принять решение, чтобы у него в голове была каш-малаш, чтобы он сидел и не мог ничего сделать. Он сказал, тут идет очень-очень хороший вариант. Да, это должно сделать, если вы женщина, то это должно сделать вы четко, и исполнится ваше желание, чтобы враг вот так вот сидел в задумчивости. А у вас идет движение вперед. у вас идет движение вперед. Что нужно сделать, вот еще раз так же, оморочить голову врагу, посадить его в клетку или в застенок, и враг будет вашей жертвой. Но здесь идет, не забудьте, здесь обязательно за все действия вы что-то потеряете. Может быть, материально это будет откуп, подарок, деньги, но что-то нужно отдать, и победа будет за вами. Вот вселенная так говорит, расплатись со мной, и ты победишь своего врага. Враг-то будет повержен. Просто единственное, что принимать решение, вот у него будет такое, что ему трудно будет принимать решение. Он все время будет, это больше, чем качели, потому что любое его действие будет вызывать в нем гнев. Да, и вы просто, вот видите, карты выпадают, все так и выпадают. Что нужно сделать? Да, оморочить голову врагу, все обхитрить и его за стенок посадить, и тогда у него не будет, ему нужно все время выбирать, все время выбирать, а выбирать он не сможет, потому что он жертв, у него в голове пустота. Ну, кто-то, может быть, с алкоголем будет не дружить, с наркотиками, потому что здесь идет туман в голове. Как это вы победите? Ну, справедливость на вашей стороне. да, кто загадывал женщины, я могу точно вам сказать, что выпадают, видите, старшие арканы, что в вашей силе будет сделать это, ваша женская сила, и вселенная именно в вашей женской силе даст, даст вот такой толчок, и вы победите врага, вы оморочите ему этого, этого дикого зверя, который возомнил о себе великим, хитроумным манипулятором и всем прочим, вы посадите просто в клетку или в застенок. Именно вашей силой это он станет жертвой. Что вам делать? Да, одурманивать ему голову. Если магически, то оморочками, если обычным путем житийским, да, словами, договорами, хитростью, но только за это надо будет заплатить. Если в юридических конторах и везде, то да, надо будет оплатить. Если магически, то тоже надо оплачивать или колдуну, который это будет делать, ведьме и вселенной. И победа в вашей силе, вот понимаете, ваша сила, что надо сделать? В вашей силой напором, напором и одурманить. Лишить человека мозга. Вот тут лишен человек мозга. Он пере... Ну что такое отж... Висельник. Да, в это время можно подумать, но мозг не может... Кровь приливает к голове, мозг ничего не может думать. Вести себя, кто загадывал женщину, вести себя как мужчина, вот как мужчина в бою, но хитро. От вашей силы очень много зависит. Ваша и женская силы, кто женщина заказывал, заказывал. Если смотрит мужчина, то я вам могу сказать, что... Здесь просто говорится о борьбе, о силе вашей, но здесь именно больше хитрость, чтобы перевернуть все, что делал враг, чтобы перевернуть ему наоборот. И все, и вы его победите. Вы его... Его же средствами, вы же его и победите. Вот это третий расклад. Это называется как он вам, так и мы ему. А по магии, да, здесь можно сделать оборочки различные, чтобы человек делал то, чего вы хотите. Я вам как-то давала один из таких ритуалов. Вариант номер 4. Те, кто загадал, вариант номер 4. Если вы загадали несколько врагов, то загадывайте несколько вариантов. Все ритуалы, наверное, в воскресенье выложены в фейсбуке, в группе фейсбук и здесь в ютубе в сообществе по ленте. Можете провести сегодня. Кто будет смотреть этот расклад уже после, то смотрите просто расклад. Так, общие расклады можно смотреть в любое абсолютно время, когда они сняты. Вариант номер 4. Как победить врага? Как победить врагов, соперников, обидчиков? Как их победить? Не что им будет, а как их победить? Что вам нужно сделать, чтобы победить? Что вам надо сделать, чтобы победить? Ну, крест на них поставить. Ух-ух-ух, что вам нужно сделать? Отобрать все, что можно. Забирать все, что можно. Если считать, вот я как вам говорю, как ведьма по магии, то здесь некоторые вещи можно проводить, действительно, которые связаны с кладбищем. Это то, что по магии, как победить. Что связано просто с жизнью, здесь нужно у своего врага забрать все, что вы ему дали. Все забрать. Все выжать, все собрать. Кто загадывал, женщины, мужчины, мужчины еще такой деньги любят. Но здесь, как победить, поставить на нем крест на могилочку. Это не значит, что убить. Здесь четко, по четвертому раскладу очень четко идет, что применение магии здесь будет очень, очень даже кстати. Применение магии здесь будет очень кстати. Как победить врага? Победить врага, я не люблю такие ритуалы, потому что они действительно очень тяжелые, и отвечать за это приходится. Но иногда враги наступают так на горло, что уже кровь льется. И здесь именно говорится, что можно применять магию с применением кладбища, кладбищенской земли, отобрать у человека то, чего он у вас забрал. Тут четко идет магическим путем. Если вы магии не хотите применять, то здесь идет такое, что мысленно похоронить этого человека. Мысленно. Да нет его, умер ты уже для меня. Нет тебя. Когда-то жил, ты когда-то жил, а теперь и нету. И как... И месть должна быть. Тут идет, что мстить надо. Хотя тоже месть это оружие действительно холодное блюдо. И мстить нужно тайно. Вот тихо и тайно. Потихоньку отбирать все, что человек у вас забрал. Нет, хочу сначала вот эти карты. Вот эти карты. Что нужно сделать? Как победить? Тут нельзя отпустить. Тут не идет отпустить и забыть. Нет, здесь здесь идет даже какая-то месть. Здесь идет месть. Тайная, медленная, короткая, такая медленная, потому что здесь связано у некоторых со страстью, с любовью, а у некоторых связано с материальным, потому что вот забрать его, все сожрать, вот все сожрать, сожрать и его, и его там деньги или что-то еще, или даже его чувства, сердце. Что надо делать, чтобы победить? Да. Вот что здесь, что здесь выпало? Вы должны забрать все, что вам принадлежит. Это может быть и материальное, это может быть и духовное, это может быть и чувства, и эмоции. И это даст вам большую радость украсть у него все то, что вы отдали. Медленно, но верно. Медленно так. У некоторых проиграется, что дети будут, у некоторых, это редкий случай, но у некоторых проиграется то, что если человек хочет забрать ребенка, то нужно бороться за то, чтобы этого ребенка отнять. здесь нужно все у него забрать, видите, и лишить его сердца, любви, всего. Четко идет, что можно магическим путем это сделать. Если не магическим, то, вот видите, четко идет, видите, применение магии, которая на кладбище. на кладбище делается не только плохие и смертельные вещи, на кладбище делаются и полезные вещи, потому что мир мертвых нам помогает, на кладбище мы убираем болезни, на кладбище мы, очень многие, говорю, очень многие вещи делаются на кладбище, поэтому просто с кладбищем работать сложно, не каждый это умеет, и весь тому, кто не умеет, лучше не надо. Они не прощают, мертвые с мертвыми, живые с живыми. Потому что здесь такое идет, что вы его просто, вот как будет человек все терять. И как победить врага, да, отнимать у него все, любыми способами, у него потери. Не сидеть, как клушка или как подушка, а отбирать. Да, при встрече добиваться того, чего вам надо. Будете требовать, будете получать. Независимо, какой у вас враг, любовный или в деловой сфере. Будете требовать, будете получать. И заберете то, что принадлежит вам. как победить врага, уверенностью, силой, деньгами. да, забрать у этого жадного мужчинки, жадного и на деньги, и на страсти, и на любовь, и на все. Забрать у этого жадного мужчинки, женщины смотрят. Здесь мужчина четко выходит. Или если женщина, то с мужским характером. и все, и все. И он сам, вот заберете у него все, в помощь вам, люди. И он на свои же штыки сам же и воткнется. Как победить? Вперед. Выбор сейчас. Кто смотрит женщина? Женщине нужно просто вперед идти и добиваться того, что ей принадлежит. Да, у вас будут сомнения, все сомнения, все нужно будет отложить. Убирайте свои эмоции вот в сердце, только разум, чистый, четкий разум. Ну и тогда вы победите, он станет вашей марионеткой, вашей куклой, потому что вы отберете у него все, у него одни потери будут. Как победить? Вот так и победить. Похожий расклад на третий. Да, потому что вы женщины, если женщина смотрит, то вы женщина та, которая знает, чего ей надо. И боги, и тут тоже карта выходила. Что здесь тоже вселенная. Вселенная даст ответ. У кого семейная, то здесь какой-то мужчина вам в помощь. И не отпускать своего врага, все время за ним следить, вот все время за ним следить, и всеми действиями забирать у него то, что он у вас отнял. чтобы он впал в такое состояние прострации. А что делать? А ничего не делать? А какая жизнь? А где серая, где белая? Отнять у него вот все идет, отнять у него все, что вам принадлежит. И в денежном эквиваленте, и в том, что он вас отнял, там, духовное сердце. тайно делать это в тайне и не прекращая. Сейчас еще посмотрю. Хочу одну карту вытащить. Как победить врага? Ой! Победите врага. В любом случае победите. Как победить этого врага? Вот правильно здесь карта вышла. Беспорядочность. То есть вы должны у него то приблизить, то отдалить. Создать для врага препятствие и забрать свое. И у вас будет восход. И здесь точно так же идет. Все карты говорят об одном и том же. Поразмыслите, подумайте, потому что это общий расклад. Он для анализа. А как поступить? Как поступить, чтобы врага сломить, чтобы врага победить? По магическим путем, если кто занимается магией, кто практикой, то здесь идет действительно такая магия, которая или кладбищенская, или церковная. Вот такая магия идет, которая просто даст одни потери для врага, вы заберете у него то, что он у вас когда-то забрал. взаимообмен. Вот такие у нас были сегодня расклады. Просто день сегодня сильный, поэтому решила посмотреть. Прямо такого злостного здесь ничего не вышло. Каждый поступает так, как ему надо. Если кто-то начинает писать, вот вы советуете там на кладбище, это карты говорят, вы так можете не поступать, и не надо. Это, я еще раз говорю, к сильным ритуалам, кладбищенским, к приворотам, отворотам, порчам. Можно приступать только тогда, когда действительно, вот вам не просто наступили на горло, что дышать нечем, а когда нож воткнули, и уже кровь хлещет. Или ваша смерть, или его. И знаете, здесь не будет во зло. Вы будете защищать себя, свою семью, своих близких. Это защита. Когда на вас наводят порчи, и вы все снимаете, а вам опять, да, нужно делать обратки, нужно защищаться. Я еще раз говорю, у меня осталось всего одно место на пятницу, страстную пятницу, на чистку. Это не дешевая процедура, но счистит, и на год будет поставлена защита. Все контакты мои под видео. Вот мой телефон, Viber, WhatsApp, Skype. Сначала, когда вы вводите, искать контакты, Viber, WhatsApp, Vimo, в Telegram, сначала рисуется плюс, это международный стандарт, затем код страны, плюс 995, потом все остальные цифры. Сначала плюс. И никак по-другому. Никаких восьмерок просто так впереди нету. Плюс 995, 593, 369, 544. Всех благ. Пост заканчивается. Осталась неделя. Самая сложная, страстная, кто верующие. И будет великий праздник Пасха. В этом году Благодатный огонь, можно его посмотреть в прямом эфире, будет в субботу, 27 апреля. Рекомендую посмотреть. Если в прямом эфире увидеть, как сходит благодатный огонь в Израиле, я вам говорю, это очень большая защита. Не знаю, как это действует, но именно в прямом эфире, не тогда, когда вы просто посмотрите, а в прямом эфире. То есть нужно это подловить. Обычно где-то с двух до трех по московскому времени, иногда в четыре, иногда раньше. Просто надо следить в интернете, когда в прямом эфире будет сходить благодатный огонь. Я вам всем желаю благ, удачи, радости. У кого нет семьи, я желаю, чтобы вы нашли свою пару, и у вас была семья. Кто хочет добиться карьеры, я вам тоже желаю. В этом мире очень важно. Деньги, их не надо ставить на предистал, но их надо уважать, и тогда эти деньги, материальные блага, к вам придут. Желаю вам любви, удачи, радости. С вами была я, Вивьена. Пока-пока, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok